Камчатский театр «Кукол» в Петропавловске откроет свои двери для зрителей уже в эту субботу. 41-й театральный сезон начнется с премьеры спектакля «Рождественская история» режиссера-постановщика Екатерины Уржумовой, которая приехала из Санкт-Петербурга. Яркие подвижные декорации погрузят камчатцев в мир приятных новогодних хлопот. Наконец-то мы дождались того момента, когда нам разрешили работать в последнем постановлении губернатора в части ограничительных мер по коронавирусу. Указано, что все учреждения культуры Камчатского края работают с наполняемостью зала 30%. Соответственно, мы являемся таким учреждением, поэтому рассадка зрителей у нас будет в шахматном порядке. Маски, перчатки, антисептики, проверка температуры – все это будет присутствовать. Запас масок в театре имеется. То есть, если кто-то из зрителей пришел без маски, ему будет выдано. Помимо всего прочего, в театре также соблюдаются все меры профилактики заболевания. То есть, это ежедневный мониторинг и контроль температуры, это перчатки, маски, антисептики, влажная уборка. У нас постоянно, то есть, если даже сейчас можете обратить внимание, уборщица бегает каждый час, протирая дверные ручки. Поэтому мы понимаем ответственность нашей работы, потому что мы работаем с детьми, поэтому стараемся делать так, чтобы наша работа никак не повлияла на ухудшение эпидемиологической обстановки. В течение 11 месяцев карантина театр «Кукол» не отдыхал, а готовился к встрече со зрителями. Работа с поклонниками театрального искусства ввелась в виртуальном режиме. Транслировались онлайн-спектакли, проводились мастер-классы, конкурсы и выставки. Не останавливались репетиции и постановки премьерных спектаклей. Театр подготовился и готов снова радовать юных зрителей и их родителей. Мы ждали этого практически год. Естественно, по зрителю соскучились, потому что не хватает отклика из зала. Начинаешь в какой-то момент уже глаз замыливаться, не понимаешь, верно ли ты двигаешься, или, может быть, ты съехал со своей мысли, со своей цели. Мы очень ждем открытия. Открываемся мы с премьерных спектаклей. Несмотря на то, что зрителей не было, была пандемия, мы работали. Работали, как говорится, в стол, но репетировали, ставили, сдавали, сами смотрели, сами обсуждали. И зрителей ожидается очень много, потому что у нас по три спектакля в день. Мы делаем дополнительные показы. Мы записывали спектакли, мы их выкладывали в своих соцсетях. Мы все равно пытались как-то контактировать со зрителем. К сожалению, мы не могли выкладывать премьерные спектакли, потому что так нельзя делать. И мы вспоминали репертуар с прошлых лет. Мы вспоминали, в принципе, вообще, что есть у нас в театре, какие спектакли. Заодно еще раз пересматривали весь репертуарный план и делились со зрителями, получали отклик и понимали, что работает, что уже не очень работает. Часто старались проводить какие-то там конкурсы, может быть, там конкурсы рисунков. Старались участвовать в каких-то онлайн мероприятиях, онлайн фестивалях. То есть пытались все равно быть, скажем так, в таком рабочем настроении. За время карантина поставлено пять премьерных спектаклей «Теплый север», «Анчутка», «Рукопись, найденная в бутылке или звонок во вселенную», «Таинственный гиппопотам» и «Рождественская история». Именно с этой сказки о настоящих ценностях, самопожертвовании, вере в чудо и любовь начнется долгожданный театральный сезон. «Рождественская история» создана по рассказам писателя О. Генри Дарри Волхов, канона Рождества и канона Нового года. Он был поставлен, собственно, в декабре. Мы все-таки надеялись, что нас откроют, что мы сможем подарить праздник зрителю, но, к сожалению, этого не произошло. Но мы рады, что хотя бы сейчас, спустя там где-то полмесяца после Нового года, мы все-таки сможем поздравить наших зрителей и еще раз окунуться в это волшебное рождественское приключение. Отметим, Камчатский театр «Кукол» создан в 1980 году. За это время поставлено более 150 спектаклей для взрослых и детей. Показаны тысячи постановок не только на сцене театра, но и на фестивалях и гастролях по всей России.